Газета номер 10 за 2011 год. Содержание номера, что рекомендует Луна, это интересно и важно, познавательно-практически, ответы и разъяснения для читателей. Вот он как раз. Раньше, как я уже указывал, приметы и особенности октября, мне лично нравилась эта рубрика, но пришлось убрать. Что в тот иной день народная мудрость рекомендует, согласно там предметам, согласно проверенным временем, каким-то явлением природы. Значит, болезни применения свежих соков. При каких болезнях лучше всего использовать свежевыжатые соки? При астме, при простуде, бронхите, прыщах, танзелите, стенокардии, гипертонии, камнях в желчном пузыре. И на все эти заболевания, которые тут перечислены, видите, есть соки свежевыжатые, которые целенаправленно воздействуют. Либо на дробление камней, либо на снижение сахара в крови, либо на снижение артериального давления, расслабление. Если, допустим, понос, то, значит, вяжущие средства используются, чтобы его не было и так далее и тому подобное. Вот тут огромная, большая такая статья, которая посвящена лечению заболеваний свежевыжатыми соками. Рецептура соков дана, болезни обмена веществ, значит, используется сок под номером 61, 15, 30, 42. Ну, это там в статье перечислено, что это за соки. И, естественно, их пропорция какая должна быть. Женщина пишет, что за два года приобрела нормальную фигуру, стала нравиться себе и окружающим. Со 117 килограмм в переросте в 107 стало весить 69. Регулярно голодала, после голода соблюдала правильное питание, в результате вес уходил постепенно, возникла бодрость, стала себе нравиться. И, когда человек сам себе нравится, обретает уверенность в себе, он уже преуспевает во всех отраслях жизни, в том числе и как предприниматель для жизни. Что-то интересно и важно. Что тут у нас опять? Полипы. Какие полипы бывают? Где полипы чаще всего образуются? Вот здесь и рисунки, значит, этих полипов. Что применяют от полипов? Вот хорошая вещь, это чистотел, особенно его сок. Применяется в небольшой дозировке, начинается. И потихонечку там доходит до примерно чайной ложки, а то и столовой ложки. Особенно эффективны против полипов в толстом кишечнике. Ну, интересная статья. Здесь я описываю свой опыт, когда я вел клуб Бодрость, ко мне пришла женщина, у нее на ухе, на мучке ухи, был такой вырост. Вот говорит, вот как от него избавиться? А я ей говорил, она как раз и полненькая только была, что это о себе сигнале от полипы, который находится в толстом кишечнике. И порекомендовал клизмы с чистотелом, соком чистотела. Значит, там на 2 литра добавляется сначала чайная ложка, потом поднарастающую, здесь описано. Вот она это поделала раз-другой и говорит, вышло, значит, кусок мяса, как куриный пупок. А потом, вслед за этим, через какое-то время, отсохли вот эти вот выросты, ушко стало нормальное. Вот так вот мы думаем, что надо тут резать на лице, а оказывается у нас имеется внутри нас нездоровье, которое сигнализирует о себе вот такими выростами. Чем опасны полипы матки? В прошлой газете я как раз приводил рецепт от полипов матки, с помощью которого женщина избавилась и после этого даже ничем вообще там не болела, никакими заболеваниями. Это вот полипы шейки матки, вот они какие бывают, диагностика, полипы там носоглотки, неприятно. С помощью чего избавляться можно избавиться и избавляться без всякого операционного вмешательства, потому что неоднократно наблюдалось, была проведена операция по удалению полипов, а они опять выросли. Вот, значит имеются условия для их роста, поэтому необходимо сначала их убрать, эти условия для роста полипов, а потом уже непосредственно воздействовать на эти полипы, тогда не уйдут. А так, вырезали, самое простое, знаете, самое тупое это вырезать, не понимая, почему оно выросло. А потом, когда вновь вырастает, оп, не дорезали, или тогда только доходит, что что-то здесь не так. Вот на это надо обращать внимание, в первую очередь. Далее, что там у нас? Начало массажа, конец массажа. Это уже что там? Полипы в толстом кишечнике. Ответы разъяснения для читателей. Так, есть. Что у нас в следующем номере будет? Вот. Статья такая. Про природные антибиотики. Что это такое, как их используют. Поработал я в этом направлении. Общие замечания относительно витаминов группы В. Где их взять? А лучше всего их взять из прорашивания пшеницы. Я прорашиваю пшеницу. Кстати, в целебной кулинарии неоднократно показывал, как это делать. Как эти блюда готовятся вкусные, доступные. И использовать их, и получается отличные, отличные, значит, результаты. Ну и вот как раз рекламка, посвященная ярмарке народной медицины. Вот на этой ярмарке как раз я познакомился с генераловой Нинелли Ивановной, которая сдала больше всего в мире крови. И человек целенаправленно сдавал кровь и использовал рецепты по ее восстановлению. В течение 50 лет, каждые две недели, 500 грамм крови. Она сдавала и говорит, и идешь и радуйся, что ты кому-то спас жизнь, своей кровью. Вот. И использовала питание, которое восстанавливает. Питание простое, как я сказал. Свежая свекла. Две столовые ложки регулярно каждый день. Две столовые ложки регулярно каждый день.